познакомилась с мужем это как скоро сколько тебе лет тогда мне было ну в общем через год мы поженились да не было 18 лет 17 лет я где-то его нашла то я его да нашла нашла я его встретила на новом новый год да и моя подруга руфа вот запомнила она мне сказала октябрин пойдем на новый год в клуб ну там клуб такой сельскохозяйственный да все танцы это вальсы приглашать гармонист наверное играл да играл коля там такой был он я его просто вот все это я помню она где-то там такие два ну как бы они с армии пришли уже поработают взрослые да хорошие ну раньше много лет служили в армии больше трех и он уже работал там вот мы мой муж работал на заводе электрика вот и мы пришли думаю что это в кого она влюбилась какого так это она влюбилась тебя перетащила чтобы ты порекомендовала брать или не брать этого она хотела показать его и вот таким образом она мне его показала она станцевала какой-то танец танго ли что меня другой пригласил молодой человек но у меня что-то вот на него когда первый раз взглянула у меня очень понравился ты решил у подруги его отбить я позавидовала ров я думаю боже мой какой симпатичный стройный вот по мне такого да 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 ты прямо угадываешь традиционная ситуация вот все женщины хищники вы знаете важенницы из дамский объявлять это белый танец да да я даже не знала что это белый ничего себе дожила до сих пор и до сих пор не знала на танцах мало так вот ходила и я решила его пригласить и смело направилась к нему да да мы стояли ряда так не рассказывай расскажи как он выглядел опиши его у меня есть фотографии его опиши так интересно всем не покажешь волосы черный тем как воронье крыло темный и очень много волос на голове как шапка волос ну не такая конечно ну не как у анжелы дэвис нет нет в русском варианте он русский был русский русский как фамилия ганечкин а это его фамилия ганечкин владимир николаевич он интеллигентный я поняла что подожди внешность сначала пишет волосы знаем какой высокий руба высокий выше меня ну наверно метр восемьдесят хорошо да я метр шестьдесят пять плечи большие нормальные вот так животика нет не было подтянула с парами хорошо одет очень самое главное что они только потом он мне рассказал купил костюм вот знаешь какие модные у мужчин костюмы как материал этот назывался не знаешь ну разный шестяной бывает еще другую шерсть шерстяной вот такой костюм у него в темно-синий был голубая рубашка красивые зубы очень жутко симпатичный ты просто влюбилась с первого взгляда но не так что я вот влюбилась потому что я еще очень молодая была и учиться мне впереди надо было и я как-то не думала но он мне просто понравился потанцевали дали что бы танцевали и уже танцы закончились мы пошли домой тебя провожать пошел мы соседки с руфой были а наша подружка соседка он так вам тоже у нас пошел провожать он один или другом он как пошел руфу провожать но я же тоже живут аринат втроем по район и он уже руфу не остановил чтоб там с ней погулять мы попрощались но я была как-то я чувствовала себя неловко перед руфой потому что чувствовала что она на меня немножко обиделась что он тебе внимание уделял много часто приглашать на этот танец они ну и вот и на как-то на второй или на третий день но каникулы праздник на вы новый же год был мы еще поехали пошли на танцы да и опять встретились он а он с другом и друг тоже очень симпатичный тоже понравилось понравился но не влюблена был мне больше а володя понравится за скромность ну самое главное он не сказал что телефон а телефоны были ну как бы вот не сотовые не сотовые стационарные трубкой у нас телефон был я был там какие были цифры а б в 3 ну вот такие вот это и он позвонил диском да и говорит давай встретимся а кто ему дал твой телефон то я дала а ты в тихаря от своей подруги да сделала да чтобы она не видела мы второй раз увидели с ним ее не было то есть это выгода и мы с ним назначили свидание тоже в клубе уже понятно как ты сбежала с мужем и куда говори вот сможем я он еще не муж был не его конечно не регистрировались еще мне не исполнилось 18 так мне тоже то есть мы сбежали будучи несовершеннолетними немножечко не хватало мы в августе дело в том что у нас комнате такие окна были большие форточки а папа же я сказала большая кухня как огромная комната он там спал на раскладушке комнате не так были красивые большие кровати и вот он там какую-то комнату нашел и говорит только там кровать один матрац на полу да ничего не нет вот знаешь вот эти матрацы но большие матрасы не просто не говорит нет ничего на пол положили матра нет говорит возьми с собой мы уже договорились что я он подойдет к окну и я форточку ему и подушку выброшу простынь одеяло твое собственное которыми ты пользовалась и все ему выбросила и сама вылезла тоже форточку ну я совсем очень худенькая талия прямо вот так можно было обхватить и дело в том что я кровать замаскировала как вроде я там сплю потому что что-то бревно место лежала в больнице а папа нас проверял рано утром сели на месте да и что ты там это подложил бревно какое-то это какое-то пальто и намотала классика жанра и я когда приехал пришла в его комнату а это знаешь какая была юрта юрта круглая была круглая там соседи жили отсюда жили отсюда и отсюда то есть маленькие какие-то комнатушки как коммунальная квартира наверно было коммунально это ему просто дали эту на работе ладно бог с ним маленькая жилплощадь да вот мы верно как бы мне даже стыдно говорить я хотела отдельно спать спала так отвернулась он сюда ну неделю так поспали на спину зачем мне не знаю что уже ушла и уже знаешь что ты нарушила все нарушала до конца уже это больше не еле он уже хотел меня домой отправить современные мужики точно вы выгнали на второй же день и он сказал подружки пришли и спрашивали а как вот знает что я девушка как все это игру девчонки не выходите замуж это так страшно это так страшно в общем короче говоря да и он даже стал на ночь работать ночью это специально чтобы тебя не видеть чтобы там это не мучиться а ночью я лежу на кровати а там мышка бегать а я страшно боюсь мышей он сам главный продуктов набрал там какой-то шкаф холодильника не было не было в шкафу там и крупа и вот если зима например там наверно за форточку да я это не жила зимой мы потом сразу через месяц уже к маме переехали милость уже вернулась семью да отец смирился мирился и очень они переживали где я вначале и мама сказала это точно она у володи кого направили проверять где ты а мы сами сами пришли извиняться перед но уже как бы тогда все случилось да близостью да да вот дома у мамы а то есть у мамы да нет но тогда уже договорились когда свадьба видимо будет не а у нас свадьбы не было почему не знаю денег не было просто расписались да видимо расписались мы и самое главное что мне крепдошиновое платье белое кремовое нет розовое и сирене ты сразу забеременела да то есть сразу девять месяцев ровно ровно родилась ровно родился мальчик но самое главное потом мы все-таки стали жить отдельно и это он уже купил квартиру или не купил ну просто далее раньше были ни в каком городе там же там же там же как тебя потом свердловск занесло чтобы в институт мы сразу сможем договорились а кто будет учиться он или я чтобы у меня было что мне дал задание чтобы я родила ребенка и потом кто будет учиться кто на из нас умнее он он умный но он сказал что октябрин ты умнее и ты учись и я представляете вот так бывает человек говорит жена ты умнее учись я буду с ребенком фантастика да и только так вот и он сказал я все буду делать он все делал он мыл полы он посуду мыл он стирался он для меня ну все он может кофе мне там чай подать в постель а я училась и работать пошла агрономом в теплицу и ребенок тоже при нем был все при нем мама не помогала твоя мама она уже а у него родители были а у него тоже родители они в урзаевке в другом месте в другом месте то есть он воспитал можно сказать ребенка саша получается саша он больше папин чем мамин его помнит больше ну да конечно вот уже моего мужа как нету четвертый год и мы с ним всю жизнь прожили и никогда не ругались вот сейчас но если он посмотрит нашу программу скажет мама моя не врет потому что иногда бывает что ты привираешь а нет нет все время что-нибудь мне такое скажешь смотришь верю или не верю по глазам и говоришь богу клянусь правду говорю значит такое бывает значит иногда и неправду говоришь когда богу не клянешься нет это я просто еще утверждаю что действительно это правда когда я тебе говорю от богу клянусь это правильно это правда